Всем привет! Сегодня покажу свой вариант закуски к чаю, когда печеньки надоели, а конфеты слишком сладкие. Я купила тесто для круассан, приготовила их в духовке и сверху помазала желтком. Поэтому вид у них не особо красивый, но это мой первый опыт такой закуски, поэтому не судите строго. Из минусов они очень сильно крошатся. Это видно, если посмотреть на доску. Просто ужас какой-то. Но это все опыт, опять же. Разрезаем круассанчики. Они уже остыли, не горячие. Убираем всю эту труху. Убираем. Цепится ужасно. Так, беру ветчину. Ветчина такая большая. Разрезаю напополам. Далее беру колбаса, также обыкновенная. Отсчитываю по количеству круассанчиков. Далее использую нож для резки овощей, для выкладывания в дальнейшем огурчиков. Огурцы домашние. Также беру перец. Перец тоже домашний. Его нужно очистить серединку. Убираю. Думаю немножечко, как его порезать для этих круассанчиков. Также выкладываю на тарелочку. И беру помидоры. Далее пойдут помидоры. Да, у меня он был один. В принципе, одного на шесть круассан хватило. Ну, ничего страшного. И начинаем процесс выкладывания бутерброда. Это у нас творожный сыр. Также я использовала сливочное масло, но в кадре не будет показано. Все легко и просто. Импровизация.ком Берем творожный сыр. Намазываем внутри круассанчика. Можно посильнее. Можно использовать майонез. В принципе, это экспериментально. Кому как нравится. Далее выкладываю два кусочка колбасы. Один. Второй. Посередине будет ветчина. И начинаю овощи. Помидоры обязательно для того, чтобы было сочно. Далее пойдут перчики. Потом я использовала также желтый перчик. Использую огурчики. Просто их закручиваю для красоты. Не забыв перед этим, кстати говоря, посолить все овощи. Вот такой вот вкусный круассан получился. Я в дальнейшем решила использовать зубочистку. Банально просто, но круассан не рассыпается и выглядит более эстетично, так скажем. Закрепляем. Проверяем. Оп! Вот такая красота. Вот что у нас получилось. Шесть круассан. По времени готовки я потратила где-то 15 минут, не считая выпечки самого круассанчика. Здесь у нас колбаса, ветчина, помидоры, перец, огурчик уже полосочками. И берем чай с облепихой. И наслаждаемся вечером. Приятного аппетита всем!